Здравствуйте, уважаемые зрители канала Заметки Нумизмата! Продолжаем с вами говорить о нумизматических терминах, о различных монетных суррогатах, иногда и не суррогатах, и в частности сегодня хотелось бы затронуть достаточно болезненную тему неправильного использования термина новодел. Услышать или прочитать этот термин можно очень часто, точнее выражение. Люди без разбора применяют это слово фактически по отношению к любой поддельной монете, что совершенно и в корне неправильно. Поэтому прошу вас запомнить и использовать по назначению данное понятие. На воде есть монета или денежный знак, произведенная на официальном монетном дворе, но в другое время, нежели указанное как дата на самом предмете, на самой монете. То есть, мы видим на монете дату, ну, например, 1902 год, а начеканина она была по каким-то специальным заказам в другое время, скажем, в 1990-е годы, спустя 90 лет или больше. Таким образом, предмет совершенно подлинный, начеканенный именно на монетном дворе, произведенный по специальному заказу. Обычно это заказ высокопоставленных коллекционеров, которые хотят иметь в своей коллекции определенный монетный или медальный предмет, но не могут иметь по причине просто отсутствия сохранившихся качественных экземпляров. То есть, монета может встречаться, но в настолько плохом состоянии, что уважаемый коллекционер, собиратель не хочет в низком качестве монету в коллекцию власти. Тогда и происходит заказ на производство новодельной монеты, специально для нужд коллекционирования. И производятся такие монеты обычно оригинальным инструментом, если такой инструмент сохранился на монетном дворе, с небольшими дополнительными метками, позволяющими отмечить новодельную монету от подлинной, либо вновь изготовленными инструментами, практически повторяющими. Оригинальный инструмент, но опять же, возможно, с небольшими изменениями от него. И также, ведь цель новодела это именно коллекционирование, украшение коллекции, скажем, музейного собрания, новоделы могут быть исполнены в качестве выше оригинальных предметов. И вот в данном случае, я показываю вам, может быть, уже не в первый раз, пример такого новодела. Одна копейка 1834 года, произведенная позже этой даты, по специальному заказу закопоставленного коллекционера и в улучшенном качестве полированное исполнение proof-like, что и указано на слабе данной монеты. Другой пример весьма широко распространенного новодела 37 рублей 50 копеек 1902 года. Данная монета с немножко странным номиналом, кстати, самым высоким номиналом монетной Российской империи была выпущена специально в честь российско-французской конференции 1902 года и предназначалась для участников или людей так или иначе занятых в проведении данной конференции. Произведена была в тиражом всего около двухсот экземпляров, хотя позже дочеканивалась также как по специальному заказу и в честь годовщины данного события. Общее количество изготовленных таким образом экземпляров, часть из которых уже, по сути, являлись новоделами, так как были начкайны немножечко позже даты, указанные на монете, а не в 1902 году. Так вот, общее это количество составляет 330 или 350 штук примерно. Наверное, нет такого коллекционера монет Российской империи, особенно времени правления Николая Второго, уже не говоря о коллекционерах, которые собирают именно золотые монеты времени Николая Второго, который бы не хотел иметь у себя в коллекции 37 рублей 50 копеек. Но тираж, ничтожный маленький тираж, не позволяет приобрести такую монету за сравнительно небольшую сумму. Сейчас такие подлинные монеты 37 рублей 50 копеек могут стоить несколько миллионов рублей во всяком случае. Кстати говоря, многие спрашивают, а почему такой странный номинал? К тому же он двойной. На монете написано 37 рублей 50 копеек и одновременно 100 франков. Высший монетный номинал Франции на этот момент были именно 100 золотых франков. Российская империя в своем золотом денежном обращении входила, начиная со времени правления, точнее с 1886 года в так называемый Латинский финансовый союз, и русские золотые монеты были приравнены к монетам Латинского союза, но без полной номинальной составляющей. Русская монета в 5 рублей, портретная времени Александра III, исполненная в золоте и 900 пробы, соответствовала по метрическим параметрам и весу 6,45 грамм 20 франковой французской монеты. Таким образом, в 100 французских франках содержалось 5 рублей, 5 раз 25 рублей или 2,5 империала. Но после проведения реформы Витте и фактически изменения весового составляющего русских номиналов золотых монет в полтора раза, эквивалентом тех самых 100 франков стали уже не 25 рублей, а 37 рублей 50 копеек. Таким образом, в 100 французских франках было 2 раза по 15 рублей и 7,5, ну или какой-то другой набор русских золотых монет. И вот именно в честь Российско-французской конференции и была выпущена монета сразу двух номиналов. Высший номинал Франции 100 франков и высший номинал монетный Российской империи 37 рублей 50 копеек, весовой эквивалент 100 французским франкам. Ну а так как желающих иметь образец такой монеты в коллекции всегда было очень много, в советское время, в 90-е годы, ну точнее в школе после советского времени, была выпущена новодельная монета, инструмента, практически повторяющая инструмент 1902 года, также на монетном дворе, но только в медно-никелевом сплаве. Это, кстати, существенно отличает данный новодел от новодела, скажем, 19 века, так как он исполнен не в оригинальном металле, не в золоте, именно для того, чтобы нельзя было просто обманывать коллекционеров, выдавая новодельную монету за поданную и иметь дополнительную метку в обозначении года. Но, тем не менее, встречаются золоченые варианты данного новодела, как считают, уже исполненные кустарным способом, так как на данный момент нет конкретных данных с монетного двора о производстве именно экземпляров новодела золоченых или в золоте. Но встречаются и откровенные подделки высокого качества, так как цена оригинальной монеты 37 рублей 50 копеек очень высока, составляет несколько миллионов рублей. Произвести высококачественную подделку достаточно рентабельно, даже при высоких трудозатратах высокопрофессионального ювелира. Опасайтесь таких подделок и при проведении особо редких и дорогих номиналов Российской империи. Старайтесь пользоваться услугами специалистов, экспертов, в том числе и по золотым монетам. И всегда рады, если вы будете обращаться за консультацией к специалистам, выступающим на канале «Заметки нумизмата». Обращайтесь, смотрите наш канал, задавайте вопросы. Будем рады вам. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok